В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На страже вашего зрения 8 августа отмечают Международный день офтальмологии. Фотография – это портал. В городском музее открылась выставка молодого фотографа Ильи Калашникова. Цвет жизни сотрудники госавтоинспекции провели акцию, приуроченную к Международному дню светофора. Далее расскажем обо всем подробно. Коронавирус продолжает наступать. В минувшие выходные в России впервые с марта число заболевших превысило 20 тысяч человек. На этом фоне в Минздраве и Роспотребнадзоре снова напомнили, как важно сделать очередную прививку. Вакцинироваться теперь проще. В регионы начала поступать назальная вакцина, которая уже получила одобрение в Минздраве. Но из-за задержек с выпуском одноразовых насадок для введения препаратов в нос, они были недоступны желающим привиться. Теперь проблема с комплектующими решена. Вакцина двухкомпонентная. Вводит ее, как и инъекционную, с интервалом в три недели. Однократное применение не предусмотрено. Как объясняют медики, назальный препарат создает иммунную защиту на слизистой носоглотке, которая служит воротами для инфекций. И сейчас на подъеме очередной волны заручиться такой защитой самое время. Наша страна дала миру огромное число имен, вошедших в историю своими открытиями и достижениями в области медицины. Не стало исключением и офтальмология. Область медицины, которая занимается глазными заболеваниями, поиском методов их профилактики и лечения. О специалистах-офтальмологах нашего города расскажем далее. Имя Святослава Николаевича Федорова известно далеко за пределами нашей страны. Голосной микрохирург, один из участников внедрения радиальной кератотомии, академик Российской академии медицинских наук, член-корреспондент РАН, признан одним из выдающихся офтальмологов 20 века. Его методы нашли признание среди зарубежных коллег, их стали применять во всем мире. Заветом Святослава Николаевича следует и в нашей больнице. Офтальмологическое отделение КБ номер 50 возглавляет Владимир Лычев. Под его началом работает 16 человек. Среди них Павел Орлов. Павел Игоревич уже 19 лет занимается этим направлением. Помог спасти зрение многим саровчанам. Здесь оказывается помощь пациентам с заболеваниями органа глаза и его предаточного аппарата. Значит, это пациенты с такими заболеваниями, как катаракта, то есть это помутнение хрусталика, и оказывается им хирургическая помощь. Хирургическая помощь пациентам с глукомой – это заболевания, сопровождающиеся повышением внутриглазного давления. Помогаю здесь и пациентам с новообразованиями конъюнктивы, слизистой оболочки глаза, роговицы, век. К врачам офтальмологического отделения обращаются с дистрофическими заболеваниями, атрофией зрительного нерва, дистрофией сетчатки и так далее. Много больных с диабетом, поскольку эта болезнь приводит к различным проблемам со зрением. Как говорит доктор, зрение обязательно нужно проверять раз в год, даже если каких-то проблем с ним нет. Чем раньше начнется лечение, тем лучше будет результат. Операции по поводу катаракты сейчас делаются пациентам очень молодого возраста. То есть у меня были пациенты 35 лет и меньше. Почему? Потому что методики изменились кардинально. Сейчас мы берем пациентов со стратой зрения 60-70 и больше процентов. То есть главным критерием хирургического вмешательства является неудовлетворенность пациента своим зрением. К сожалению, зачастую люди пренебрегают и коррекцией, и гигиеной. Не делают упражнения на разгрузку глазных мышц. В Доге путь практически у всех один. Рано или поздно они становятся пациентами офтальмологического отделения. Здесь помощь нашим врачам – современное оборудование. Скоро поступит новый лазер. 8 августа врачи-офтальмологи отмечают свой профессиональный праздник. Как всегда, на посту. Уважаемые коллеги, офтальмологи, я хочу сегодня, в день врача-офтальмолога и в день рождения Святослава Николаевича Федорова, который мы помним, уваждаем и чтим, хочу вас всех поздравить с этим праздником. Пожелать вам хорошей, спокойной работы. Чтобы вас уважали на работе, чтобы ценили, и чтобы у вас все получалось. Мы всегда стараемся помогать больным. Я думаю, что и дальше будем стараться помогать, делать все, что у наших сил, для того, чтобы вам живот лучше, чтобы у вас сохраняло зрение. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Саровчане собрали более полумиллиона рублей на помощь Донбассу. Средства собирали в рамках акции «Своих не бросаем». По QR-коду на расчетный счет храма всех святых 181 человек перевели 234 786 рублей. Остальные 298 тысяч рублей были собраны православными волонтерами в торговых центрах города и прихожанами Саровских храмов. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. Отгул или выходной за свой счет смогут взять россияне 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу. У работников есть возможность написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. Если работники трудились в выходные дни или сверхурочно, то у них есть право на дополнительные выходные дни. Этим правом можно воспользоваться в День знаний. В молодежном центре стартовал проект «Падминтон. Спорт равных». В мае текущего года он получил грантовую поддержку, одержав победу во всероссийском конкурсе «Росмолодежь-2022». Цель проекта – научить играть в админтон детей, в том числе с нарушением слуха, а также членов их семей. Солисты коллектива эстрадной песни «Апрель» Центра культуры «Досуга в Ниев» и образцовый ансамбль народной песни «Горница» приняли участие в первом всероссийском конкурсе вокальных ансамблей и солистов «Алая роза» по рабочим поселке Вознесенское. Фестиваль проходил в рамках Полховско-Майданского фестиваля современно-деревянной игрушки России «Тарарушки». В городском музее открылась новая выставка фотографа Ильи Калашникова. Экспозиция включает в себя кадры из жизни молодого человека, снимки из путешествий, портреты, пейзажные и урбанистические фотографии. Путь фотографа Ильи Калашникова начался в 2017 году. Тогда Илья впервые взял в руки мамин зеркальный фотоаппарат. Конкретных идей не было. Молодой человек снимал различные виды города и природу. Потом, заинтересовавшись фотографией, Илья самостоятельно изучал азы этого искусства, читал специализированные статьи, общался со знающими людьми. Как сейчас признается молодой фотограф, за все время своей работы он ни разу не сталкивался с выгоранием. А заниматься фотографией для Ильи – это работа мечты. Мне всегда хотелось сделать выставку, потому что это своего рода след в истории, пускай даже своей истории. И когда ты видишь все эти фотографии в сети, в интернете, на экране телефона, на экране компьютера, нет ощущения какого-то присутствия. Я смотрю на эти фотографии, подхожу, и это как будто бы портал, который возвращает тебя в те моменты. Илье всего 22 года, но он уже неоднократно сотрудничал с крупными брендами и фирмами по всему миру. Самый крупный коммерческий проект фотографа – работа в Гонконге с китайским брендом одежды. С фотоаппаратом Илья ездил в Стамбул, Германию и Ливан. Кадры из путешествий, портреты, пейзажные и урбанистические фотографии – все это Илья представил на своей первой выставке «Крамл Икс-2022» в городском музее. В основном это такие достаточно большие проекты из путешествий, куда я отправлялся, работая с каким-то брендом или с какой-то фирмой. Когда я был амбассадором, я путешествовал на Байкал, в западные Саяны, со снаряжением, которое мне предоставляли мои коллеги из Германии. И создавал такие целостные истории, писал статьи к этому. Для городского музея подобная современная фотовыставка – это тоже первый опыт и смелый эксперимент. Посмотреть, что из этого получилось, и познакомиться с работами молодого фотографа можно до 5 сентября в часы работы музея. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Аномальная жара не собирается сдавать свои позиции. В ближайшие дни воздух будет прогреваться до 30 градусов и выше, а в ряде регионах температура поднимется до 36-40 градусов, сообщают синоптики. Тепловым ударом в жару подвержены не только люди, они случаются и у собак. Как правильно оказать помощь и защитить своего питомца от перегрева? Смотрите далее. В основном от жары страдают собаки, кошки меньше подвержены воздействию тепла. Для собак летом самое страшное – перевозка в автомобилях без кондиционера и при закрытых окнах. Терморегуляция этих животных слабее, чем у человека. За 20-30 минут такой поездки собака с коротким носом может получить тепловой удар. При перевозке своих питомцев в машине надо всегда следить за общим состоянием. Если видите, что ваш питомец плохо себя чувствует, остановитесь где-то в тенистом месте, выведите его на улицу. Если есть возможность, немножко охладите его, обтереть или обрызгайте водичкой, дайте подышать свежим воздухом. Гулять с собакой лучше рано утром и поздно вечером, днем прогулки следует ограничить. Не надо гулять под палящим солнцем, уведите вашего питомца в тень. Смачивать животное водой на прогулке не стоит, мокрая шерсть не держит температуру. Особенно это вредно для собак темного окраса. Понять, что у вашего четвероногого друга вот-вот случится тепловой удар, можно по нескольким признакам. А дышка очень сильная, то есть высунутый язык, скапает слюна, может начинаться нарушение координации, это в самых тяжелых случаях. А так общее состояние мы можем определить по тому, как животные дышат все-таки. Когда животному жарко, все-таки дыхание очень-очень частое. Как и у человека при тепловом ударе, перенести в тень, попробовать снизить температуру тела. При тепловом ударе критическое состояние развивается в течение 10-15 минут. После этого шансы спасти животное стремительно падают. Температура воздуха этим летом пока достаточно комфортная, однако тепловые кризы у собак в городе уже были. В первую очередь подвержены собаки с темными окрашиваниями шерсти. Также у нас особенно подвержены собаки с бордомортным строением морда. Это типа бульдогов с приплюснутой, мопса и тому подобное. Собака с прямой мордой, как говорится, более легче переносит температуру. Дома собаки лучше включить кондиционер или вентилятор, или хотя бы открыть окна, устроить небольшой сквозняк и завесить шторы. В доступе вашего питомца всегда должна быть свежая вода. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сотрудники ГИБДД и отряд юных инспекторов дорожного движения провели профилактическое мероприятие на дорогах города под названием «Свет жизни», приуроченное к Международному дню светофора. Участники акции информировали водителей о соблюдении правил дорожного движения при сигналах светофора. Без этого регулировщика невозможно представить дорожное движение. Самый первый светофор изобрел пританец Джей Найт. В 1868 году аппарат установили возле здания парламента в Лондоне. 5 августа 1914 года в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств с красным и зеленым фонарями. Эта дата и стала днем рождения светофора. К этому событию сотрудники ГИБДД и отряд юных инспекторов дорожного движения провели профилактическую акцию «Свет жизни». Данная акция была посвящена тому, чтобы напомнить участникам дорожного движения о том, что важно соблюдать правила дорожного движения и необходимо соблюдать сигнал светофора. Ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения задавали водителям вопросы о светофоре. Если водитель отвечал правильно, то на специальный плакат с изображением светофора они приклеивали зеленую бабочку. Если автомобилист ответил с подсказкой, то получал оранжевую бабочку. И красную отметку участники акции клеили на плакат при неправильном ответе. Также водители получили в подарок игрушку-светофор. Девочки вручали памятки и задавали вопросы шоферам. Ну, например, на какой свет приезжать, если мигает зеленый сигнал, имеете ли вы право приезжать, да или нет. Дело в том, что в последнее время очень много аварий, именно на перекрестках. И тут спорные вопросы. Мигает светофор, зеленый свет, можно приезжать, нельзя. Вот мы сегодня решили провести такую акцию. В течение августа сотрудники ГИБДД также проведут несколько акций к началу нового учебного года. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В путешествие в Сказкоград отправились маленькие саровчане на очередной встрече летнего проекта «Библиодворик». Ребята рассказывали о своих любимых сказках и пытались угадать книжного героя по описанию. Подробности далее. Уже несколько лет молодежный библиотечно-информационный центр проводит летом проект «Библиодворик» для ребят из соседних дворов. Цель библиотекарей – не только развлечь школьников на каникулах. Главное – привлечь внимание детей к книге, дать новые знания и сплотить их. Когда дворики кончатся, чтобы они были друг с другом знакомы, чтобы они могли вместе организовать какую-то игру, что-то вспомнить. Ведь мы учим их играм каким-то на этих двориках. То есть они уходят от нас каким-то багажом, пускай крохотным, но я считаю, что мы приносим свою пользу именно в деле воспитания. Очередная встреча была посвящена сказкам. Их на свете великое множество – и народных, и авторских, и сказок о животных, и волшебных. Дети вспоминали свои любимые сказки, узнавали какие-то новые произведения, делились впечатлениями от прочитанного, выполняли различные задания. Какие сказки любишь? Коши безмертные, царевна лягушка, гуси-лебеди. Но я еще забыла, какие еще есть. Сивка-бурка, волшебное кольцо, колобок, курочка-рябан, Иван-царевич и серый волк. В этом году осталось провести два библиотечных дворика. 10 августа ребята будут провожать лето на встрече под названием «Осенний подарок феи». А 17 августа соберутся на заключительном мероприятии для лиц старше 6 лет. Екатерина Опенова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!